Продолжение следует... Ссылка, по которой электронную версию романа можно приобрести, будет под публикацией. Также напоминаю, в прошлой публикации мы говорили о рагрессивном гипнозе. Гипнозе, который якобы позволяет пробудить память о прежних жизнях. И остановились на одной детали. В научном сообществе очень веским аргументом против того, что люди в ходе сеансов данного гипноза действительно вспоминают прежние жизни, считается такой. Гипнотизеры просто внушают людям эти воспоминания. И скептикам нисколько не смущает даже тот факт, что люди в ходе таких воспоминаний вспоминают иностранные языки, которые в этой жизни не изучали. Этот аргумент, который я сознательно ставлю в кавычки, был одним из побудительных мотивов, заставивших канадско-американского биохимика и психиатра Яна Стивенсона провести многолетнее и масштабное изучение воспоминаний детей, которые якобы помнят свою прежнюю жизнь. Вот как выглядел Ян Стивенсон. То, что такие дети есть в науке, тоже было известно довольно давно. Как правило, они начинают рассказывать о прежней жизни в три года и теряют эти воспоминания в возрасте семи лета. Но то, что данная тема в науке много лет, как я уже говорил, была табуирована, не давала провести научные исследования этих рассказов детей всерьез. А именно эти исследования и давали гарантированную возможность втребезги разбить указанные аргументы. Поскольку малолетним детям такие воспоминания точно никто не внушил. Ян Стивенсон был первым, кто провел такие исследования и вел он их ни много ни мало 40 лет. И исследовал за эти годы ни много ни мало 3000 детей, якобы помнящих прежнюю жизнь. И в ходе проведения этой работы объездил много стран. Ян Стивенсон родился 31 октября 1918 года в Монреале, Канаде. Вопросами реинкарнации заинтересовался еще в 50-х годах, когда преподавал в медицинской школе университета Луизианы. И дальше пронес этот интерес через всю жизнь. В 1957 году он возглавил кафедру психиатрии в медицинской школе Виргинского университета. Это дало ему довольно большой доступ к исследованиям психически больных людей, страдающих раздвоением личности. Кстати, в наше время чаще используется другая термия – множественная личность. В 1966 году он опубликовал первое издание своей первой книги «Двадцать случаев предполагаемых реинкарнаций», которая рассказала об обнаруженных имфантах. Данная книга почему-то не произвела эффекта разорвавшейся бомбы, как книга Реймонда Моуди «Жесть после жизни», вышедшая в 1975 году. Но резонансера тоже вызвало большое. Это сыграло решающую роль. Её прочёл в том числе и миллионер, изобретатель ксерокса Частер Карлсон. И очень заинтересовался этими вопросами и выделил Яну Стивенсовну серьёзную спонсорскую помощь. И именно это и позволило ему 40 лет заниматься этими вопросами и объездить весь мир. Помощь позволила ему уйти с заведования кафедрой психиатрии и создать в указанной медицинской школе отдельное подразделение, которое он назвал отделом исследований личности. Позже переименованным в отдел исследований восприятия. В 1968 году Частер Карлсон умер, но он завещал университету 1 миллион долларов на продолжение исследований Яну Стивенсовну. Настоящие учёные, правда, сделали всё возможное и невозможное, чтобы университет данное пожертвование не принял. Но деньги есть деньги. И оно таки было принято, что и позволил Яну Стивенсовну продолжать эти исследования ещё много десятилетий. Кстати, мне удалось найти об этом небольшой видеосюжет. Давайте посмотрим его. Пытаясь найти объяснение подобным случаем, Ян Стивенсен публикует большую статью о реинкарнации. Неизвестно, как бы сложилась его судьба дальше, ведь в научных кругах уже стали шептаться, что у доктора не всё в порядке с головой. Но на счастье Стивенсена, публикация попадается на глаза миллионеру, изобретателю машины «Ксерокс» Честеру Карлсону. Недолго думая, Карлсон знакомится с идиозным психиатром и финансирует его первую поездку в Индию и Шри-Ланку, где учёный надеется разыскать новые свидетельства о реинкарнации. Стивенсен, не раздумывая, меняет удобный кабинет на пыльные дороги стран третьего мира. Юго-Восточная Азия, Южная Америка, Ливан, Западная Африка. За долгие годы путешествий Ян Стивенсен посетил десятки континентов и стран, проехав в общей сложности почти 600 тысяч миль. Стивенсену и его коллегам удалось собрать сотни историй о реинкарнации, причём каждую из них Стивенсен тщательно анализировал и проверял. Методика исследований была до изумления простой. У ребёнка просто брали интервью и тщательно его записывали. Причём интервью брали у того ребёнка, который заведомо не мог быть знакомым с тем человеком, которым он якобы был в прежней жизни, с его родными и просто с его знакомыми. Это не так сложно. В ходе реинкарнации, если, конечно, она действительно существует, нередко меняются не только города, в которых человек якобы воплощался, но и даже страны. И причём это на каждом шоке. Но это, понятно, гарантированно. Исключает возможность знакомства, особенно если ребёнок из бедной семьи. Так же, чтобы не стимулировать мошенничество, семьям таких детей никогда не выплачивали вознаграждения. Доказанными считались только случаи, в которых удалось получить не просто доказательства, а доказательства документальные. Но я думаю, нужно привести пример хотя бы одного такого случая, установленного Яну Стивенсу. Пусть это будет подтверждённый рассказ ребёнка, якобы застреленного в прежней жизни собственным родным братом. Мне тоже удалось найти об этом небольшой видеосюжет. Двухлетний Гопал родился в Дели, в семье небогатых родителей. Однажды мальчика попросили убрать стакан за гостем. Гопал категорически отказался, заявив, что он принадлежит к высшей касте, а стаканы должны убирать слуги. Затем мальчик рассказал, что раньше он владел лекарственной фирмой, и что его в порыве злобы застрелил родной брат. Родные, конечно, посчитали это выдумкой. Однако Ян Стивенсен разыскал родственников умершего бизнесмена. Они жили в другом городе и ничего не знали о семье мальчика, как и семья мальчика о них. Однако из 46 воспоминаний Гопал о прошлой жизни только одно оказалось частично неправильным. Более того, в ходе расследования выяснилось, что мужчину действительно убил родной брат. Ну и понятно, ему удалось установить целый ряд таких случаев. И он издал об этом несколько трудов. Я скажу не только название книг, но и год их издания. Вернее, не скажу, а лучше зачитаю. Все-таки это название. Как я уже сказал, он работал в Соединенных Штатах, в Виргинском университете. И за долгие годы работы у него, понятно, там образовалась своя школа. Ян Стивенсен вы ушел в 2007 году в возрасте 88 лет. Но школа его последователей работает по сей день. И Виргинские психиатры продолжают изучать это явление. И уже тоже издали об этом ряд книг. В ходе их, кстати, описано и несколько случаев ксеноглосий. Воспоминания иностранных языков, которые человек в этой жизни не изучил. Кстати, сам термин ксеноглосия тоже предложил Ян Стивенсен. Понятно, у многих настоящих ученых есть сильное неприятие этой работы и этих книг. Но виргинские психиатры считают, что все исследования проведены с достаточной научной строгостью. И нужно добавить, что последователей у них все больше. В ходе данной работы, кроме собственного воспоминания детей, тщательно изучался еще один факт. Дело в том, что если ребенок в прошлой жизни погиб насильственной смертью, то на его нынешнем теле, на месте смертельной раны, нередко остается родинка или необъяснимый врожденный дефект. Как правило, шрам. И таких случаев изучено и, соответственно, описано тоже довольно много. А это позволяло получать дополнительное документальное подтверждение воспоминаний таких детей. Поскольку вскрытие тел в покойдах, умерших насильственной смертью, практикуется очень во многих странах. И значит, есть медицинские отчеты и фотографии таких ран. И такая корреляция между смертельными ранами погибших людей и врожденными дефектами и родинками детей, якобы полнищих прежнюю жизнь, понятно, делает мошенничество практически нереальным. Равно, как крайне маловероятным, здесь становится и случайное совпадение. И понятно, все это тоже приобщалось к материалам исследований. Вот такая вот в современной науке складывается картина вокруг явления реинкарнации. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.